Хадуша, как работать со стрессом, если я вспыльчивый? Во-первых, стоит знать физиологию своего тела, которая позволяет в самом начале вам понять, что когда вы что-то делаете, вы получаете определенную реакцию на это действие. И когда вы получаете определенную реакцию на это действие, в ответ возникает уже ваша реакция. И вот эта реакция, которая возникает у вас на физиологическом уровне, она зависит от трех контекстов. Есть три фактора, которые влияют на вас, когда у вас идет какой-то стрессирующий фактор. Его еще называют стресс-фактором. Первое – это такой контекст, как тело. То есть тело у вас определенным образом реагирует. Есть определенные признаки стресса, которые у вас проявляются. Есть, которые проявляются всегда. Есть, которые проявляются, когда вы сильно стрессуете. Есть, которые проявляются, когда вы стрессуете меньше. Ну, например, кто-то в стрессовой ситуации, я не знаю, краснеет, кто-то бледнеет, обычно там могут быть подливые ладони, может быть, озноб, может быть, тремор появляется, у кого-то очищается сердцебиение, у кого-то дыхание, кто-то начинает дрожать, например, да, у кого-то появляется дерганное действие телом, да, непроизвольное. Ну, то есть это всё, что относится к телу, но в ситуации, когда оно чувствует себя не очень комфортно, то есть у него происходит определённая физиологическая реакция, ну, и если вы читали или знакомились с литературой по стрессу, там есть такая реакция, она инстинктивная и возникает автоматически, ну, то есть реакция там, требочная реакция, если я не ошибаюсь, это нападая, нападая, это убегай и третья реакция умри, ну, то есть это реакция, которую вы можете видеть у животных, там же животные в ситуации, когда у них срабатывает именно инстинкт безопасности, они, оценивая ситуацию, либо убегают, либо, наоборот, нападают, и третья реакция притворяются мёртвыми, ну, то есть, либо умри, тире замри, либо нападай, либо убегай. Ну, и иногда в литературе современной эту реакцию называют сокращенно бей-беги, вот, и ваш организм, когда он видит какую-то угрозу, есть угроза действительная, которая реальная, да, то есть, когда, ну, например, на вас нападает, там, я не знаю, человек с ножом, это реальная угроза, потому что человек с ножом, это тот субъект, который может, там, вас либо покалечить, либо лишить вас жизни, да, это реальная угроза. А есть угроза нереальная, ну, то есть, эта угроза не, так сказать, не влияет на вашу жизнь в физическом плане, ну, например, такая реакция бей-беги включается, когда на вас человек орёт, ну, то есть, вы, например, я не знаю, ну, то есть, очень часто такая ситуация возникает, там, ну, в состоянии, именно, когда вы, например, если вы работали в сфере обслуживания, то часто такие клиенты, знаете, стоят, орут на вас, ну, то есть, они напрямую никак физически не воздействуют, я не знаю, кулаками не размахивают, но он там повышает на вас голос, на вас кричит, всячески вас обзывает и так далее, да, то есть, ну, ведёт себя не совсем адекватно. И тогда у вас тоже включается эта реакция, потому что вы чувствуете угрозу. Но эта угроза нереалистична, она больше связана с тем, что вы либо боитесь, либо, наоборот, злитесь. И это реакция именно вашего организма. И здесь, естественным образом, если вы говорите, что вы вспыльчивый, то у вас, скорее всего, больше срабатывает реакция бей-нападай. Да, и если тело ваше определённым образом реагирует, то тело, как правило, это то, на что влияет два других момента. Ну, то есть, первый фактор – это тело в работе со стрессом, второй фактор в работе со стрессом – это эмоции, и третий фактор в работе со стрессом – это как раз то, что называется мыслями. Ну, например, когда человек на вас орёт, вы говорите, какого, как сказать, более деликатно, какого три точки ты на меня орёшь. Ну, например, эта мысль, которая у вас возникла, она возникает вследствие именно того, что вы считаете, ну, в рамках своих установок, что на вас там, я не знаю, орать нельзя, или нельзя на вас повышать голос, так нельзя, люди с вами так не должны поступать. Вот эти мысли, которые крутятся у вас. И когда на вас начинает орать, эта мысль первая у вас возникает, и автоматически из-за этой установки вы начинаете злиться, потому что происходит то, на что вы не рассчитывали, или происходит то, что вам не нравится. И поэтому, когда вы, получается, думаете вот эту мысль, что никто не должен на вас орать, ну, происходит определённый диссонанс. В вашей идеальной картине мира на вас нельзя орать, и все обязаны не орать на вас. В реальности люди орут друг на друга, периодически, но орут. И в том числе теоретически можно предположить, что если вы работаете, я не знаю, в сфере обслуживания, или если вы живёте не один, да даже если вокруг вас люди, теоретически есть возможность, что на вас будут орать, вне зависимости от вашего отношения к этому. И поэтому ваша идеальная картинка начинает немножко так подшатываться от той реальности, которая вас окружает. И что вы делаете в ответ на это? Вы, как правило, злитесь. То есть, а злость, она... Вот именно злость, я не знаю, бешенство, гнев, я не знаю, что ещё, но какое-то именно негодование сильнейшее, да, это всё начинает работать на ваше тело, и ваше тело включает автоматическую реакцию, ну, либо нападает, либо убегает. И вот когда вы знаете, как работает ваше тело, ваши мысли и ваши эмоции, ну, нужно работать с стрессом на всех трёх уровнях. В части мыслей работать со своими установками, именно с тем, что является иррациональным. Там иррациональные установки, это установки, которые... Ну, их бывает великое множество, но там основная часть, что они, как правило, нереалистичны. То есть, они ставят поведение других людей или ваше поведение абсолютно определенным образом, вне зависимости от обстоятельств. То есть, не учитывают обстоятельства. Например, как здесь. На меня никто не должен орать. Ну, во-первых, в этой установке есть одно противоречие. Вы не можете контролировать других людей относительно того, будут они орать или нет. Ну, потому что вы на них не влияете. В прямом смысле этого слова. Второй момент. И поэтому вы заведомо с этой установкой проигрываете. Потому что в современных текущих реалиях люди на вас могут орать, и вы с этим мало что способны сделать. Поэтому здесь мы можем сказать только то, что вам надо работать в данном случае с своими установками. Как работать? Ну, здесь разные способы. Кто-то работает самостоятельно, кто-то работает с психотерапевтом или с психологом. То есть, вы можете сами почитать литературу по этому поводу. Эмоции. Эмоции будут в данном случае зависят именно от того, что вы думаете. То есть, в зависимости от того, как вы работаете со своими установками. Потому что эмоции, как правило, следствие ваших установок и ваших мыслей, которые крутятся в вашей голове. Ну, как правило. Но единственный момент еще с эмоциями нужно посмотреть, все ли в порядке со своим организмом. То есть, нормально ли работает физиология тела сама. Возможно, есть какое-то нарушение гормонального, гормональное. Из-за этого может быть повышенная вспыльчивость. Или, наоборот, вы принимаете какие-то лекарства, которые могут способствовать определенным негативным образом на нервную систему. Тоже нужно смотреть здесь биологический аспект. Ну, точнее, биологический, а медицинский. Есть хорошие примеры по релаксации тела, когда вы стрессуете, как тело привести в порядок. Хорошо помогает сбросу напряжения. Например, когда вы очень сильно на секунд 10 напрягаете свое тело, прямо все-все-все там, все мышцы тела, которые, возможно, вы напрягаете, и потом через 5-7 секунд сбрасываете напряжение. Помогает на какое-то время. Есть техники в работе со стрессом, когда вы определенным образом дышите. Например, интервальное есть дыхание. Когда вы одинаковые промежутки времени, например, 4 или 5 секунд, сначала вдыхаете 4 секунды, задерживаете дыхание 4 секунды, выдыхаете 4 секунды, и потом опять задержите дыхание 4 секунды. То есть, если вы хотите очень оперативно работать со стрессом, вам нужно следить за своим дыханием. Как правило, когда вы находитесь в состоянии стресса, вы учащенно дышите. Еще один момент, на мой взгляд, очень быстро помогает, только этот прием хорошо делать, если вы можете куда-то выйти и там находиться одному, если вы потянетесь. Когда вы растягиваете свое тело, вы снимаете мышечное напряжение, которое возникло вследствие вот этой реакции Би-Би-Ги. А когда вы расслабляете мышцы, вас внутренне отпускает. Внутренне отпускает именно за счет того, что вы расслабили мышцы, и мышечное напряжение сняли, сняли мышечное напряжение, соответственно, у вас ушел определенный стресс. То есть, реакция ушла Би-Би-Ги, и вы становитесь менее вспыльчивыми, то есть, чувствуете себя более комфортно. Вот. Это что касается работы со стрессом. Надеюсь, я ответила на ваши вопросы.